Приветствую вас! Первое, что хочется отметить, это то, что вы твой вопрос задали как-то очень скомканно, сжато, и вообще у меня такое ощущение, что всё это лишь очень маленькая часть того, что действительно происходит. Вы пишите, у нас сильно нарушена коммуникация с мужем. Коммуникацию с мужем можно восстановить, если, например, работать с вами, с ним, если вы оба обратитесь к семейному психологу и проработаете свои проблемы. То есть это можно сделать даже вот онлайн. Значит, можно поработать и с вами, Анна, чтобы вы сами отделили свои проблемы от проблем с мужем, чтобы ваши проблемы не накладывались на проблемы с мужем. Каждый из нас в разное время старается подойти и как-то начать добрые отношения, но каждый отвергает. понимаете, вот каждый из нас в разное время, то есть вам захотелось, вы подошли, и муде захотелось, он подошёл. Ну и, как бы, и что? Толку от того, что вы подходите друг к другу и толку, что вы пытаетесь нашли добрые отношения. То есть смысл-то в этом какой, если у вас нет, во-первых, внутренней гармонии, да, во-вторых, вы за счёт другого пытаетесь получить то, что нужно вам. И третье, что у вас есть, как бы, обиды, наверняка, друг на друга. Ведь так же было не всегда, что у вас нарушена коммуникация. Когда-то же было хорошо, правильно? Вот. Когда-то же было здорово. И, соответственно, соответственно, здесь нужно смотреть, с чего всё началось. С чем связана первичная проблема? Когда нарушилась коммуникация? По поводу чего? Вот. Почему отвергает каждый из вас эту вот инициативу нажать добрые отношения? Особенно вы, с чем это связано? Дальше. Убийцы. У меня скоро день рождения, а я никогда его не хотел оправдывать. Опять же, почему? Сейчас хочу просто уехать в гостиницу. Зачем? Он даже доволен, у него какое-то мероприятие в этот день. Понимаю, что это какой-то экстремальный способ протеста. Протеста против чего? Но эта скука меня съедает здесь. Где здесь? Скука от чего? И понимаете ли вы, что есть вообще скука? Что такое скука? Скука. Это подавление в себе чувств, желаний и творческих каких-то импульсов. Подавление. То есть, вы себе запрещаете проявлять себя спонтанно, естественно, креативно. С этим нужно работать, иначе скучно вам будет везде. Не могу уступить. Уступить в чем? В чем уступить, Анна? То есть, я не вижу того, в чем вам нужно выступать здесь. Опять же, слово не могу, да, неподходящее. Вы не хотите уступать. Вам не выгодно уступать. Вы боитесь уступать. Может быть. Но это уже совсем другая история. Совсем. Для начала я порекомендовал бы вам почитать про я сообщения. Это первое. И второе, я рекомендовал бы вам больше говорить о своих чувствах. То есть, меньше говорить о том, что другой человек должен сделать. И больше говорить о своих чувствах. Просто. Что вы чувствуете. Ну вот, с примером можно привести такой. Вот вам что-то не нравится, да, а вы человеку говорите, ты меня достал, например. А нужно сказать, что я испытываю раздражение от того, как ты себя ведешь. Ну, пример. Так. Да? Вот. Это первый шаг к тому, чтобы наладить коммуникацию. Дальше. А как быть, спрашиваете вы. Опять же, как быть, чтобы что? Понимаете? Что хотите-то. По итогу. Чего хотите? Какая цель? Коммуникацию восстановить сможем, это одно. Обрести личную гармонию, другое. Желания свои реализовать, это третье. Так что, Анна, вы определитесь, чего хотите. И вы определитесь, как проблему-то решать будете. Понимаете? Вот. И что вы готовы сделать для того, чтобы решать проблему. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.